Книга открытым оком, вопрос 3810, 26 том, тема «Будущее мира. Страшный суд». В чем выражалось предчувствие бед грядущих на Россию и как власти относились к этим предсказаниям? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что и кто говорил в народе, какие были явления, кому, умолчено. А вот поэты по-малу высказывались. Властям никогда такое не нравилось и за это не хвалили. Иеремий 28, 9. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Третий царь 22, 13. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Из реки и ты добрая. Стихи поэтов того времени. Глядим, глядим, все в ту же сторону, замшистый долл затопки лес, след прокаркавшему ворону на край темнеющих небес. Давно ли ты, громада костная, в освобождающей войне, как божья туча громоносная вставала в буре и в огне? О, Русь! И вот опять закована, и безглагольна, и пуста. Какой ты, чара, изочарована, каким проклятием проклита. И все ж тоска неодолимая к тебе влечет, прими, прости. Не ты ли одна у нас, родимая, нам больше некуда идти. Так во грехе тобой зачаты, должны с тобою погибать. Мы дети матерью проклятые и приклинающие мать. Д.С. Мережковский. Иеремия 5.9. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чель к ним, прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен, неизвернутый не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел. Чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек, в тот день явится мощный человек. И ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож. И горе для тебя, твой плащ, твой стон, ему тогда покажется смешон. И будет все ужасно, мрачно в нем, как плащ его с возвышенным пчелом. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бесовый мор. Евангелие от Луки, 24-25 Тогда он сказал им, о несмысленный и медлительный сердце, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Стих Среди лицов унылых и заброшенных, пусть остается хлеб в полях нескошенным, мы ждем гостей незваных и непрошенных, мы ждем гостей. Пускай гниют колосья перезрелые, они придут на нивы пожелтелые, и не сносить вам, честные и смелые, своих голов. Они растопчут нивы золотистые, они разроют кладбище тенистое, потом развяжут их уста нечистые, кровавый хмель. Они ворвутся в избы почернелые, зажгут пожар хмельные озверелые, не остановят их седины старца белые, не детский плач. Среди лицов унылых и заброшенных, мы оставляем хлеб в полях нескошенным, мы ждем гостей незваных и непрошенных, своих детей. 1906 год, Осип Мандельштам Пнига Амоса 6.10 И возьмет их родственник их, или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме, есть ли еще у тебя кто? И тот ответит, нет никого, и скажет сей, молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Стих Борис Стих Вы слышите, грохочет сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки, вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан, солдат, прощайся с ней, прощайся с ней, уходит взвод туман, 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 а прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат, когда мы возвращаемся назад? Его, наверное, женщины крадут, и как птенца за пасуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, но в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое, вранье, а мы с надеждой в будущее, свет, а по полям жалеет вранье, а по пятам война грохочет вслед. И снова переулком сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки, в затылки наши круглые глядят. Булата Куджава Книга Амоса, 4.10 Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей вашей, отводя коней в плен, так что сурат от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Стих Когда владыка ассирийский народы казнью казнил, и Аллафир весь край азийский его десницы покорил, высок смирением терпеливым и крепок верой в Бога сил, перед сатрапом горделивым Израиль вые не склонил. Во все пределы Иудеи проникнул трепет Иереи, одели в ретящем алтарь, народ завыл объятый страхом, главу покрыл золой и прахом, и внял ему Всевышний Царь. Притек сатрап к ущельям горным, и зрит их узкие врата, замком замкнутый непокорным, стеной как поясом узорным, припоясалась высота, и над тесницей торжествуя, как муж на страже, в тишине стоит, белеясь, ветилуя, невдостижимой вышине. Сатрап смутился изумленный, и гнев в нем душу помрачил, и свой совет разноплеменный он любопытный вопросил, кто сей народ, и что их сила, и кто им вождь, и от чего, сердца их дерзость воспалила, и их надежда на кого. И встал тогда сынов ОМОНа, военачальник Ахиор, и рек, и Алиферн Сатрона склонил к нему и слух, и взор. 1835 год. Александр Сергеевич Пушкин. Книга пророка Даниела, 3.8. 3.28. Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас, и на святой град отцов наших Иерусалим, потому что поистине и по суду навел ты все это на нас за грехи наши. Книга Иудив, 13.6. Жив Господь, сохранивший меня в пути, которым я шла, ибо лицо мое прельстило Аллаферна на погибель его, но он не сделал со мной скверного и постыдного греха.